Цифровой белорусский рубль планируется полностью ввести в Беларуси в 2026 году. Сначала технологию запустят в тестовом режиме для расчетов между юрлицами, а через два года к ней могут присоединиться их физлица. Также цифру планируют активно задействовать для трансграничных операций. У технологии есть и антисанкционная направленность. Она позволяет ввести расчеты с другими странами, которые развивают собственные цифровые валюты, минуя, например, международную систему SWIFT. Это в первую очередь децентрализация трансграничных платежей. Проблема современного мира в том, что в общем-то трансграничные платежи, все расчеты, скажем проще, между странами идут через банковские системы эмитентов основных валют, доллар, евро и так далее. По сути дела взаимодействие между блокчейн-системами, системами цифровых валют центральных банков не будет централизовано. То есть не будет какого-то одного центра или нескольких центров, которые смогут управлять этим процессом. И эта тенденция в финансовой сфере наблюдается. Даже современные расчеты во многом пытаются проводить уже, мы знаем, в национальных валютах, минуя доллар и евро. Поэтому просто-напросто это будет очередной технологический прорыв, который позволит проще и легче нам расплачиваться с нашими торговыми партнерами. Цифровой рубль – это третья форма денег наравне с наличной и безналичной. Она уже активно используется в Китае. К технологии присоединяются и наши партнеры по ЕАЭС Россия и Казахстан. Накануне руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов рассказал об участии в подготовке к выборам депутатов в Белоруссии. Он отметил, что работа миссии началась 22 января и проходит в соответствии с утвержденным планом. На встрече с заместителем генпрокурора страны Максимом Ворониным обсуждались вопросы, касающиеся работы надзорного ведомства во время избрания депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Конкретно, обеспечение правопорядка и реагирование на обращения и жалобы на возможные нарушения законодательства. По словам Леонида Анфимова, в Беларуси аккредитованы и уже работают более полусотни международных долгосрочных наблюдателей. Задача – помочь проведению свободных, демократических и прозрачных выборов в нашей стране. Исходя из первых шагов действия миссии наблюдателей, я скажу, что в принципе она, наверное, схожа с теми предыдущими электоральными компаниями, в которых участвовал миссия наблюдателей СНГ. Поэтому каких-то существенных изменений, думаю, что не произойдет. Может быть, просто несколько напряженнее, учитывая политическая ситуация, которая произошла в стране после 2020 года, и стабилизацию политической ситуации в нашей стране. Миссия наблюдателей более пристальное внимание будет уделять всем вопросам, связанным с проведениями особенностей, нюансами электоральной кампании нынешней. Поэтому, наверное, в этом только будет небольшое отличие. Выбирать депутатов в Палату представителей Национального собрания 8-го созыва и местные советы 29-го созыва белорусы будут в единый день голосования – 25 февраля. Сейчас период агитации. Он завершится за день до выборов. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно. В очередной раз свою некомпетентность и лишь умение раздувать из мухи слона продемонстрировала так называемая «свободная пресса», пишущая о Беларуси. Накануне ряд телеграм-каналов сделали фейковые вбросы, связанные с опубликованием указа президента Беларуси о внесении изменений в общевоинские уставы вооруженных сил. Как пояснили в военном ведомстве, уточнение положений таких уставов каждый раз проходит с учетом требований времени и новых условий обстановки, оказывающих влияние на воинскую службу. Только с 2001 года соответствующие изменения в общевоинские уставы вносились 11 раз. Вместе с тем ряд псевдоэкспертов попытались выдернуть отдельные фразы из измененных статей воинских уставов и интерпретировать их в своем негативном ключе. Как отметили в Минобороны, внесенные изменения даже не претерпели существенных правок. В частности, требования статьи, касающиеся применения оружия военнослужащими, не стали более жесткими по отношению к нарушителям закона. В нынешней редакции военнослужащий может применить оружие, как и ранее, только после четко выраженного и очевидного предупреждения о намерении его применить, с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований. Вместе с тем осталась норма, в соответствии с которой военнослужащий имеет право применить физическую силу или оружие без предупреждения, в случае, когда промедление создает непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия. В случае наступления последствий в результате применения оружия или физической силы, незамедлительно уведомляется соответствующий надзорный орган для дачи правовой оценки. Еще одно изменение коснулось несения службы с суточным нарядом. Так, чтобы исключить пронос на территорию воинских частей запрещенных предметов и исключить хищение, дежурная служба получила дополнительные полномочия. С этого момента бойцы на посту смогут проводить личный досмотр всех, кто проходит через КПП, а также осматривать находящиеся при них подозрительные вещи и транспортные средства. Как подчеркивают в Минобороны, в такое непростое время это обычная мера предосторожности не только для военных, но и для гражданских людей. Культурно-патриотическая акция «Мы вместе, нас миллионы» в преддверии единого дня голосования продолжает встречи в коллективах. Марафон принял Минский домостроительный комбинат. Там трудится 540 человек. У предприятия более чем 50-летняя история. За это время построено почти 60 тысяч квартир. С сотрудниками встретились представители столичных властей, обсудили особенности предстоящей электоральной кампании. С концертной программой перед зрителями выступили творческие коллективы и исполнители. Это своеобразная небольшая минутка отдыха здесь. Тем более звезды белорусской эстрады у нас выступают. Это очень приятно. И в преддверии избирательной кампании это как бы сплочение еще раз поставленной цели, что у нас мирное небо над головой. Мы не думаем, что где-то кто-то к нам со стороны зайдет. То есть сплочение, еще раз повторюсь, коллектива, движение коллективом вверх и в целом всей страной вперед. У нас очень сплоченный коллектив на предприятии. Очень много молодых специалистов. На сегодняшний момент мы принимаем участие во всех городских мероприятиях. Хочу поблагодарить всех, особенно нашу молодежь, которую мы сильно любим, за то участие, которое они оказывают и предприятию, и за то участие, которое они сделают в выборе своего кандидата. Это цех, это рядом с производством. Людям не надо планировать что-то вечер, выходные, а можно получить заряд положительной эмоции прямо на производстве. Поэтому да, на избирательных участках, конечно, мы в день выбора будем организовывать тоже программы. Практически на каждом таком участке, в каждом здании будет сформирован отдельный план мероприятий. Инициатива акции принадлежит руководителям столичных предприятий и поддержана Мингородсполкомом. Проект продолжится до 23 февраля. Более 60 студентов из Беларуси и России принимают участие в двухдневном патриотическом форуме молодежи союзного государства. Он стартовал накануне в БГУ. Цель – создание современной платформы для эффективного обмена опытом и идеями по созданию молодежных проектов, которые помогут сохранить историческую память. Важно, чтобы наша молодежь сохранила эту историческую память о нашем великом прошлом, о наших предках, победителях, которые в свое время освободили мир от коричневой чумы. Сегодня мир, наверное, немножко сошел с ума. И мы должны встать на защиту этих завоеваний. Мы хотим говорить на равных, чтобы это был искренний диалог о том, что мешает Беларуси и России развиваться сегодня. Почему Запад столь агрессивен? Имеем ли мы право сдаться и отступить от наших планов, от наших замыслов, от союзного строительства. Тем более, мы с вами только что были свидетелями того, как президенты наших стран Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин провели заседание Высшего госсовета, которое определило новый этап не только экономической, но и культурно-гуманитарной интеграции, сотрудничества, движения вперед. Мне было бы интересно наладить определенные взаимодействия с нашими белорусскими коллегами по части молодежной и патриотической политики через определенную призму исторической науки. И через призму исторической науки не только касательно Великой Отечественной войны, которая достаточно хорошо развита, а может быть даже применительно к Первой мировой, которая, наверное, несколько несправедливо забыта. В рамках форума состоялась презентация книги «Срока давности не имеют. Преступление фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», которая подготовлена к печати при личном участии госсекретаря Дмитрия Мизинцева, в издании материалы уголовного дела по геноциду белорусского народа, а также исторические факты, которые способны пролить свет на события прошедших десятилетий.